Незаконно построенные многоквартирные дома будут сносить первые уже в августе. Что делать жильцам, купившим жилье у мошенников? Злостных неплательщиков элементов отправляют за решетку, заколючий проволок и дложники будут работать, чтобы обеспечить своих детей. В Новосибирске строят новые скверы и преображают старые. Наш корреспондент узнал, где отремонтируют фонтаны, уложат новый асфальт и обновят клумбы. О самом важном и интересном, что произошло сегодня в ближайшие 20 минут. Это Новосибирские новости. Здравствуйте. Многоквартирный дом на улице Прокопьевской построен и под видом индивидуального пойдет под снос. Дату уже назначили 12 августа. Собственникам квартир городские власти на месяц предоставят временное жилье. Люди до сих пор не могут поверить, что застройщиках обманул, а юристы советуют пострадавшим обращаться в суд. Материал Лейлы Егоровой. Дома на улице Проектной по градостроительному кодексу должны быть не выше двух этажей. У этого здания их три плюс цоколь, хотя предназначено оно только для пары семей, уверяют хозяева. Для Кировского района подобная ситуация не исключение. По двум случаям уже есть судебное решение, три дела на стадии рассмотрения. В администрации сейчас готовят иск еще по одной самовольной постройке. Нарушения у всех одни и те же. Целевое назначение земли – это индивидуальный жилой дом, а индивидуальный жилой дом, согласно статье 48 градостроительного кодекса, предназначен для проживания одной семьи, то есть это одна квартира, а по факту строятся многоквартирные дома. Жители улицы Герцена забили тревогу, как только увидели, как рабочие роют огромный котлован. Вместо обычного частного дома здесь возвели большой на 49 квартир. Часть из них уже распродана и заселена. Во-первых, у нас коммуникация, вот эти сейчас с водой проблемно как-то, как бы это самое. Ну, второе, вот ситуация с канализацией, мы тоже не поймем. Дорога, смотри, как сделали еще с дорогой. У многоквартирного дома нет парковки, детской площадки, а у его соседей – перебои с электричеством и водоснабжением. Коммуникации частного сектора не выдерживают возросшие нагрузки. Жители собрали около 300 подписей против строительства. Подключились к газопроводу не по линии межевания, как у нас это вот сделано везде, а подключились к центральной газовой плите. То есть они будут целиком и полностью газом обеспечены. А конечные точки у нас, без дополнительного распределительного вот этого подстанции, у нас могут остаться без газа. Андрей Чеботарев купил квартиру в другом доме. Тоже незаконном. Понравилось место. Рядом лес, река, до метро 15 минут езды. Но главное – подкупила цена. 25 тысяч за квадратный метр. Жилье в общей сложности обошлось в сумму чуть больше миллиона. Таких денег у семьи Андрея больше нет. Это были денежные средства от продажи жилья в том, в другом регионе. И сейчас, если дом этот снесут, то куда идти, я не представляю. Сейчас здесь живут порядка 25 человек. Кто-то вложил свои накопления, кто-то взял кредит. Наталья Черепанова оформила сделку еще на стадии строительства. О нарушениях закона она не знала. Здание в юстиции оформлено не было. Но на начальном этапе это не насторожило. Да, есть нарушения законодательства. Но заложниками оказались простые люди. Вот я, например, работник бюджетной сферы. Я работаю в школе. Понятно, что у меня больше не будет средств на приобретение своего жилья. По решению суда дом снесут 12 августа. Жильцам выделят квартиры из маневренного фонда, но только на один месяц. Трем семьям застройщик деньги вернул. Смогут ли добиться того же остальные? А если да, то когда – неизвестно. Юристы советуют обращаться в суд. Лейла Егорова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. И в продолжении темы. Новосибирские строители задолжали городу 2 миллиарда рублей. Причем за аренду земли не платят не только компании-банкроты, но и вполне благополучные крупные застройщики. Между тем, цены на квартиры в Новосибирске продолжают расти. По последним данным, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройке поднялась до 48 тысяч рублей. Не придется ли платить за долги строителей покупателям квартир? Узнал Алексей Фазлеев. Дом на улице Выборной планируют сдать в середине следующего года. Пока здесь только вырыли котлован, забили сваи и вот теперь собирают кран. Собирают и деньги, желающих справить новоселье. В отделе продаж строительной компании сообщили, однокомнатных квартир в этом еще не возведенном доме уже не осталось. Есть только двухкомнатные, и то несколько штук. Жилье здесь продают по 47 тысяч рублей за квадратный метр, а общая площадь здания – 10 тысяч квадратных метров. Получается, что доход строителей составляет 470 миллионов рублей. При этом компания затягивает с платежами за аренду земли. Причем так поступают практически все городские застройщики. Из-за нерасторопности коммерсантов растет дефицит бюджета. По действующим договорам аренды задолженность по арендной плате составляет 869 миллионов. А если сюда еще прибавить и пени, то это получится уже более миллиарда. А если прибавить платежи по расторгнутым договорам, получается сумма в 2 миллиарда рублей. На ковер в мэрию сегодня вызвали представителей 9 компаний. Их общий долг перед бюджетом – почти 150 миллионов рублей. Я думаю, по году мы выйдем в режиме текущих платежей. То есть задолженности нет текущей. И до конца года мы будем идти в таком же режиме. Застройщиков требуют документального подтверждения обязательств перед бюджетом. Всю сумму сразу не просят. Предлагают платить частями по графику. Но некоторые даже на это не способны. В том числе и для погашения задолженности по арендным платежам. На сегодняшний день у нас одобрена кредитная линия банком. Но банк требует согласия на залог права аренды земельного участка. С этой компанией разговор короткий. Сначала деньги, потом справки для банка. Бизнесменам не раз шли на уступки. А долг только растет. Нельзя вольно, подписав договор, вольно себя вести не по расчетам. Мы вынуждены обращаться в суд, начислять пень, штрафы. И таким образом более жестко разговаривать с рядом хозяйствующих субъектов. Долги строителей, как лавина. Они не доплатили в бюджет. Муниципалитет будет вынужден сократить расходы на капитальное строительство. Это значит, что и присутствующие здесь строительные компании, и ваши коллеги получат меньше подрядов, заказов за счет средств бюджета города на ближайшую трех лет. Сегодня все застройщики пообещали, платить будут. Вот только за чей счет, пока непонятно. Возможно, расплачиваться за долги придется покупателям квартир. Тем же компаниям, что о долге забыли, о нем напомнят в суде. А в крайнем случае будут расторгать договор аренды и забирать землю. Алексей Фазлеев, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Тем временем, сегодня мэр Новосибирска опроверг сообщение интернета здания о скорой отставке начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Сергея Боярского. Об этом Анатолий Локот заявил в эксклюзивном интервью с сайту Новосибирские новости. Информация некорректная и не соответствует действительности. Никаких кадровых перемен в ближайшее время не планируется. С Боярским работаем, решаем общие задачи в строительной отрасли. А подобная некорректная информация вносит дезорганизацию. У Сергея Боярского известны сроки контракта. До его окончания я не вижу темы для обсуждения. Добавлю, срок окончания контракта у Сергея Боярского и ряда других чиновников мэрии завершается в августе этого года. Более 10 скверов и парков преобразят в этом году за счет города. В основном речь идет о реконструкции уже существующих зеленых зон. Большая часть работ позади. Мой коллега Вячеслав Горчаков прогулялся там, где раньше были разбитые дорожки и заросшие клумбы. Еще в прошлом году в сквере имени Чеплыгина собирались строить церковь, но горожанам эти планы не понравились. Мэрия пошла им навстречу и теперь церкви точно не будет. Вместо этого началась глобальная реконструкция зеленой зоны. На роликах невозможно было кататься. Лужи были вот здесь, когда дождь капал. В сквере имени Чеплыгина рабочим пришлось нелегко. Тяжелее всего оказалось освободить огромное пространство от старого асфальта. Отсюда уже вывезли почти 20 камазов вот таких обломков. Прежде всего замена твердого покрытия. Мамочки гуляют с колясками. И когда коляска практически не может проехать по избитому и взрытому асфальту, конечно, поступает от населения много пожеланий. И вот эти пожелания прежде всего учитываются. За каких-то последние пять лет он настолько изменился, что я даже хвалюсь всем. Раньше на Богданке жили. Соседям звоню и говорю, у нас такой сверх чудесный. Калининскому району в этом году особенно повезло. Здесь приводят в порядок сразу несколько зеленых зон. Причем все они находятся в непосредственной близости от главной местной достопримечательности. Площадка перед зданием уже давно радует глаз. Этим летом обратили внимание и на территорию за Дворцом культуры. Фонтан отреставрируют позже. Памятник архитектуры требует особого подхода. А вот сквер уже не узнать. Местным жителям остается только вспоминать, как он выглядел до прихода рабочих. Там все камни валялись. Мы много тут бились. Здесь на этих клумбах как бы трава росла. Дороги были из всех разных материалов. Этим летом приведены в порядок очень-очень много скверов, клумб, дворов. Нам очень приятно, особенно нам, пенсионерам, что заботятся о нас и о наших внуках. Всего в нескольких шагах от ДГ Горького еще один сквер. Его тоже реконструируют этим летом. Изменения уже налицо. Здесь появилась плитка. Раньше тут были разбитые асфальтовые дорожки. Установили скамейки и высадили цветы. Почти готовая центральная композиция сквера – это памятник, посвященный работникам и ветеранам атомной отрасли. Его устанавливают в том числе и за счет спонсорских средств. Здесь осталось только отделать плиткой постамент и водрузить мирный атом в камни. В прошлом году в Новосибирске начали обустраивать небольшие скверы между домами. Эдакий подарок ко дню города. В этом году подобных зеленых зон сделают несколько меньше. Вот одна из них. В этом дворе по улице Ленина не просто сделали удобные прогулочные дорожки, но засеяли газонную траву, раньше здесь рос бурьян, и отремонтировали старую спортивную площадку. Всего в этом году в Новосибирске реконструируют около десятка скверов и парков. Большая часть из них уже готова. Вячеслав Горчаков, Алексей Андробаев. Новосибирские новости. В областном суде сегодня вынесли приговор убийцы четырех человек. 27-летний Алексей Беляков в октябре прошлого года железной трубой насмерть забил нескольких бездомных. На процессе дважды судимый инвалид сам без определенного места жительства сознался в преступлении. Он рассказал, что поводом для бойни стала пьяная ссора. Чуть позже трупы в подвале жилого дома обнаружили местные жители. В результате Белякова признали виновным по всем статьям обвинений и приговорили его к 25 годам заключения, 10 из которых он проведет в одиночной камере, а остальные в колонии строгого режима. С начала этого года 80 злостных неплательщиков алиментов отправлены отбывать наказание в колониях. Как заявили сегодня судебные приставы, даже небольшие частичные выплаты теперь не спасают от наказания. Деньги на содержание детей должны поступать только в полном объеме. В противном случае будет открыто уголовное производство. За первые шесть месяцев этого года возбуждено 650 уголовных дел. Всего по области алименщики задоложали своим детям почти 2,5 миллиарда рублей, и чтобы гасить долг, таких людей за колючей проволокой обеспечивают работой в первую очередь. Просим, чтобы первоочередное трудоустройство было применено в отношении должников, если в колониях есть работа. И мы имеем единичные случаи, то есть нельзя сказать, что это повально, что лица, которые начинают работать в колонии, продолжают работать после выхода из нее. Мэр проверил сегодня, все ли готово к запуску новой котельной в санатории Апские Зори. Круглый год здесь живут инвалиды, ветераны, дети из малоимущих семей, оставшихся без родителей. Впереди осень, а в санатории проблемы с отоплением и питьевой водой. Когда их решат, выяснила Мария Черешнева. В комплексном социально-оздоровительном центре насыщенный распорядок дня, так же, как и в любом другом детском лагере. А сегодня у девочек и вовсе особенный день. Взяли автограф у мэра. В Апские Зори Анатолий Локоть приехал инспектировать новую газовую котельную. Старая угольная 72-го года постройки едва справлялась, отапливая все корпуса центра. Новую ей на замену построили еще год назад. Но из-за ряда технических ошибок она до сих пор не начала работать. То, что она год не работает, вообще говоря, это безобразие, конечно. Но самое главное, чтобы она заработала. Потому что на сегодняшний день углем топить и обеспечивать горячей водой, а зимой обеспечивать тепло, во-первых, экономически невыгодно, во-вторых, это все время под угрозой срыва. Когда есть новая котельная, надо ее использовать. Инженеры уверяют, вся техническая часть уже в порядке. Осталось завершить оформление необходимых бумаг, и котельную можно будет запускать. На сегодняшний день у нас пару документов неоформленных. Есть это кадастровый паспорт и технический паспорт БТИ. Эти работы выполняются. Я думаю, что к числу 15 августа работы будут закончены. Получится акт ввода в эксплуатацию. И овязовкой будут переданы капитальные вложения непосредственно собственнику. Но есть в обских взорях и другая проблема – с водоснабжением. Вода из скважины не соответствует нормам. В ней много марганца и железа. Умываться еще можно, пить уже нельзя. Оборудование газовой котельной на этой воде, в частности, оно очень быстро выйдет из строя. Поэтому подключение воды к городской, то есть необходимо как можно быстрее. Ну, в общем-то, у нас договор заключен с Городоканалом, процедуры все проведены. Значит, мы свои задачи все выполнили, остались только произвести врезку. Подключить новый водовод обещают в сентябре. На начало осени назначен и запуск котельной. После этого руководство обских «Зорь» намерено приступить к ремонту первого корпуса. Здесь нужно сделать перепланировку, чтобы жилые комнаты были удобнее. Мария Черешнева, Олег Королевец, Новосибирские новости. Сегодня состоялось первое заседание экспертного совета при департаменте промышленности мэрии. В него вошли руководители всех ведущих предприятий города. Мы специально ввели пункт 4.3, который указывает и запрещает вхождение в экспертный совет чиновников, руководителей каких-то государственных структур, для того, чтобы экспертный совет в своих решениях, в своих рекомендациях был наиболее свободен. Специалисты в сфере инновации и предпринимательства в будущем сообща будут искать решения проблем в сфере развития науки, промышленности и бизнеса на территории Новосибирска. Одна из первоочередных задач – наладить местное производство высококачественных товаров, способных заменить импортную продукцию. И последнее. Лучшую баню, химчистку, рынок и торговый центр выбрали сегодня в мэрии. Список лучших на протяжении нескольких месяцев составляла специальная конкурсная комиссия. Оценивали предприятия по нескольким критериям – от технического оснащения до культуры общения продавцов и персонала. И случайно награждение победителей провели сегодня, в преддверии профессионального праздника работника торговли. Каждый час свежие новости на частоте 101,4 FM, радио «Городская волна». Много интересного на сайте «Новосибирские новости». И на этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова